Где в 2018-м разобьют клумбы и поставят скамейки? Своими планами на грядущий год журналистами поделились представители Ивановской мэрии. Обсуждали в частности федеральный проект формирования комфортной городской среды. Четверть миллиарда, ровно столько в прошлом году потратил город на 24 дворовые и две общественные территории. В 2018 году проект будет продолжен и мы надеемся, что финансирование будет как минимум на этом же уровне. По предательным данным оно будет чуть выше. Сумму я пока оговаривать не буду, так как еще окончательного утверждения не было. По сравнению с прошлым годом правила участия в программе несколько изменились. Теперь муниципальные власти самостоятельно решают, на какие дворовые или общественные территории потратить бюджетные деньги. Кроме того, сменился и порядок отбора мест, которые будут облагораживать. В целом мэрия обещает в течение года не снижать темпы благоустройства. Мы пока планировали показатель по количеству дворов, которые подлежат благоустройству в 2018 году на уровне прошлого года. То есть порядка 24 дворов. Но если средств будет больше и еще с учетом того, какие поступят заявки, эта цифра, конечно, будет меняться. Условия программы таковы, что инициатива по озеленению должна исходить от жителей города. В мэрию нужно подать соответствующее заявление – решение собственников жилья, в котором четко прописаны желаемые изменения. Более подробную информацию о потете документов можно уточнять в управлении благоустройства. Там обещают рассмотреть все заявки и провести инвентаризацию дворовых или общественных территорий. Предоставляется возможность всем инициативным гражданам, всем желающим представить свои предложения в администрацию. Эта стадия будет у нас продолжаться до 9 февраля включительно. Заявки свои с приложениями, форескизов, дизайн-проектов, каких-либо других решений. Какие территории получится улучшить в этом году, будет решать общественная комиссия. Есть также идеи запустить онлайн-голосование, чтобы жители сами определили, куда потратить выделенные средства. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.